Здравствуйте! Все больше ребят занимаются воркаутом в горячем ключе. Недавно на стадионе «Юность» открылась площадка со специальными уличными конструкциями для занятий воркаутом. Именно на них часто занимаются наши спортсмены – Денис Силкин, Никита Попков, Никита Макаренко и Никита Луданов. Мы видим, как обычные парни делают невероятные упражнения на простых уличных снарядах. Подтягивания, стойкие перевороты требуют большой физической силы и выносливости. Денис Силкин уже несколько раз становился победителем краевых соревнований. А недавно вместе со специалистами отдела по вопросам молодежной политики, администрации города и центра «Формула-1000» он побывал на всероссийском чемпионате и получил высокий результат. Летний воркаут-фестиваль проходил в городе на Вакуум-Зенецке 10 июля. Я, а также двое парни из моей команды пошли в отбор. Было очень трудно, все соперники были достойные, но я смог занять четвертое место. Считаю, что мог выступить еще лучше, но немножко сил не хватило. Я занимаюсь уже два года, начал летом 2016 года. Я тренируюсь каждый день и достиг такого хорошего результата за короткий срок. Наши спортсмены на своем примере доказывают. Для того, чтобы заниматься спортом и получать хорошие результаты, не обязательно ходить в спортзал. Заниматься воркаутом могут все желающие, кто не имеет проблем со здоровьем. Для начинающих важно знать об особенностях и правилах тренировок. Данный вид спорта разделяется на три направления. Динамика, статика и балансы. Динамика – это резкие движения своего тела за счет инерции. К примеру, вращение на 360 градусов. А статика – это удержание своего тела в определенной позиции. К примеру, это удержание своего тела горизонтально. И, к примеру, передний низ тоже горизонтально держит свое тело. Скажи, пожалуйста, как долго нужно тренироваться, чтобы сделать такие сложные упражнения? В идеале нужно тренироваться год-два, но если тренироваться усиленно, то можно за полгода. Спасибо, у тебя очень здорово получается. Недавно Денис попробовал себя в качестве тренера. К нам приходят ребята абсолютно всех возрастов, и младшие, и старшие. Также есть девушки. Самым младшим 3-4 года, а самым старшим лет 30. Я волнуюсь за ребят, потому что, ну, все-таки данный вид спорта довольно травмоопасен. Приходится постоянно за ними смотреть, чтобы они упали, не ушиблись и не потянули мышцы. Чтобы добиться успеха, нужно несколько лет, 3-4 года каждый день четко по графику тренироваться. Скажу, что это подойдет не для всех. У кого мало выносливости, будет очень трудно. Ну, первое время. Первый год, будет все болеть, и прогрессов будет мало очень. Чтобы добиться успеха, нужно несколько лет, 3-4 года каждый день четко по графику тренироваться. Элементы воркаута задействуют в работе практически все группы мышц. А тренировки не требуют никаких финансовых вложений, потому что снаряжение находится просто во дворе многих домов. Этот уличный вид спорта помогает вести здоровый образ жизни, а занятия под динамичную музыку повышают настроение и нравятся многим подросткам. Наталья Федоренко, Наталья Шербакова, Валентин Свинцыцкий, телерадио компания «Горячий ключ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова